Накануне Нового года латвийские рыболовы-любители были шокированы новостью о том, что отныне ловля рыбы, в том числе спиннингом, на гауе будет стоить 10 евро за одну рыбалку. Процесс литензирования происходил в дикой спешке и деньги должны были начать собирать уже с Нового года, но все пошло наперекосяк. Теперь река станет платной с февраля. Организатор лицензионного лова – малоизвестная общественная организация. Данил Смирнов выяснял, кто и за что будет брать деньги с рыбаков на гауе. И вот его личное дело. В ближайшее время, чтобы так покидать на гауе спиннинг, подойти, половить рыбу, мне придется заплатить 10 евро за каждую рыбалку. С такой инициативой выступило общество по долгосрочному развитию гауи. Что это за общество и почему возмущаются рыбаки, мы попытаемся выяснить. Геаб, или общество долгосрочного развития гауи, образовалось в 2015 году. Его руководителем стал Айнер Штейнс, председатель Лигатненского самоуправления. В общество вошли представители и других самоуправлений на реке гауе. В целом инициативу уже поддержали 14 самоуправлений. Для ловли лососи и кумжи на реках гауе и ее притоке Брасла разработано 6 лицензионных участков разной протяженности. С 1 января до 30 апреля планируется продать 6 240 лицензий. Не больше 60 лицензий в день на один участок. Стоимость одной рыбалки – 10 евро. Начать продажу лицензий планировали с 1 января этого года. И это стало сюрпризом для рыбаков. Впрочем, процесс приостановился из-за того, что не все самоуправления вовремя успели согласовать правила лицензированной рыбалки, которые принимались в дикой спешке. Одна часть рыбаков считает, что должно быть так, как было до сих пор. Скрываясь за окушками и щучками, можно будет нелегально ловить лососевые виды рыб. А вторая часть рыбаков считает, что в конце концов ловлю рыбы в гауе надо урегулировать. Андис Фрейвелс – заядлый рыболов-спортсмен. Говорит, что помешан на ловле лосося. Он считает, что лицензии нужны, чтобы рыбаки могли законно оставлять улов. Но делать это нужно не так, как это происходит сейчас. В гауе мы не можем оставлять улов. Но поскольку инспекторов мы видим очень редко, то многие нарушают этот закон. Это нужно урегулировать. Лицензии нужны. Но то, как их вводят и что делают в настоящий момент, меня не устраивает. Андис Фрейвелс считает, что сообществу рыбаков-любителей не было представлено научного обоснования, на котором основывается количество выдаваемых лицензий. Не было и публичного обсуждения в самоуправлениях. Кругом частная земля. Нас могут подстрелить за то, что мы идем по их земле к реке. Они это согласовали с воздействиями, что мы будем ходить по их территории. Нет семейных лицензий. Ребенку, как только он начинает держать удочку, необходимо также покупать лицензию за 10 евро. Также неясно, кто и сколько рыбы будет запускать в реку. И откуда появилась цена в 10 евро. Общество ГИАП не предоставляет отчетов о проделанной работе. Мы хотим знать, говорят ли они правду. Может, кто-то что-то скрывает. Может, это коммерческое предприятие и какой-то коммерческий интерес определенной группы людей лоббировать свои цели. Обычно людей оценивают по их делам. Если вы возьмете домашнюю страницу общества, то только сейчас на ней есть какая-то активность. Я не поленился и открыл эту страницу полгода назад, год назад и два года назад. Практически нет никаких записей. Чтобы верить в их делам, мне нужно видеть доказательства. Кроме этого, в Лигетненском самоуправлении не проводилось публичного обсуждения инициативы. Хотя многие, участвующие в проекте муниципалитеты, это делали. В Лигетненском самоуправлении это решение депутатов. Депутаты самоуправления представляют мнение общества. Если депутаты считают, что это решение правильное. Личное дело ознакомилось с активностью общества ГИАП. Зарегистрированная в 2015 году организация свою первую активность проявила в 2016 году. На сайте размещена информация о том, что в течение двух недель вытаскивались незаконные мережи и сети, проверялись рыбаки. Личное дело попросило общество прислать документальные свидетельства его активности, фотоматериалы, счета и сметы. Получили только фотоотчет о проведении совместных рейдов с полицией по поимке браконьеров, о работе со школьниками по изучению реки, а также много пейзажных фото с мероприятий общества. Счета и сметы не были получены. Осенью, когда начинается нерестовый период, мы организуем и координируем работу. Госслужбы среды, управление по защите природных ресурсов и самоуправления, чтобы обеспечить физический контроль за ловлей рыбы на гауе. Также мы организовывали много мероприятий по очистке реки. Как выяснила программа «Личное дело», Госслужба среды не планирует увеличивать количество инспекторов и считает, что контролем лицензионного лова должно заниматься самоуправление. Если самоуправление самоорганизовало общество, у них своя территория в соответствии с правилами лицензирования. Они могут сами своими силами надзирать за своей территорией. Однако сейчас у самоуправления возможности ограничены. В их распоряжении только муниципальная полиция, которую еще надо обучить, отличать искусственно выращенного лосося от естественного, которого оставлять в улове нельзя. В Министерстве земледелия говорят, что уже сейчас готовятся изменения к правилам Кабинета министров, которые позволят привлекать общественных инспекторов от самоуправления. Будет оговорено, каким лицам можно будет проводить функции контроля. Это будут в том числе и уполномоченные самоуправлением люди. Новые правила Кабинета министров планируется утвердить уже в этом году. В Институте Биор в целом идею лицензирования рыбалки на лососевых поддерживают. Однако отмечают, что необходим научный подход, ведь даже чистить реку надо с умом. Есть две крайности. Мы возьмем, вычистим все деревья из овалы и сделаем красивую чистую речку, которая очень понравится лодочникам. Очень удобно плыть. Река чистая и красивая. Но это не будет хорошо для рыбы. Для лосося реку надо чистить с умом, оставить природные упавшие деревья в достаточном количестве, чтобы было течение. Надо заботиться о перекатах. Это не листовые места. Места, где растет молодняк. В конце концов, Айнер Штейнс прислал личному делу план действий по увеличению поголовья лососевых и миноги в бассейне реки Гауи. Однако с оговоркой. Только для ознакомления, без права публикации. В исследовании рассматривается опыт шведской реки Морум, которая в два раза короче Гауи. И в ней, благодаря правильному разведению, лососевых рыб достаточно. Клад рыбаков в виде лицензии составляет 2 миллиона 200 тысяч евро в год. 50% дохода идет за счет иностранных рыбаков. А это туризм, развитие гостиничного бизнеса и сектора общественного питания. Однако сами рыбаки приводят в качестве хорошего примера литовскую реку Нерис. Более 10 лет назад в эту реку был запущен дауговский лосось. И сейчас там можно ловить по лицензии, которая стоит 3 евро за рыбалку. До Нериса там можно оставлять одного лосося в улове. Вес одной рыбы доходит до 30 килограммов. Большая часть латвийских рыбаков проводят теперь свободное время осенью в Литве, а не в Латвии. Личное дело Данила Смирнова, Латвийское телевидение.